На протяжении пяти лет ученый занимается описанием рукописи Алишера Наваи. Подробности о масштабном проекте к 580-летию поэта узнаем в нашем следующем сюжете. В отделе рукописей и редких книг научной библиотеки имени Лобачевского находится почти 6 миллионов бесценных изданий. Одни из них – подлинные сборники стихотворений тюркского поэта, суфия и государственного деятеля Алишера Наваи, сделавшего тюркский язык языком высокой культуры. Профессор Российской академии наук Илья Зайцев поделился, какое отношение к литературному тюркскому языку существовало в обществе до активного вмешательства поэта. Большое количество анекдотов было связано с жизнью Наваи, которые были записаны. И вот один из анекдотов был такой, когда этот человек, его оппонент, он опоздал на меджлиз, на пирушку, и они хотели его заставить читать стихи, и он отказался. И тогда, значит, один из собутыльников на войскал, ну, давайте мы набьем рот нечистотами. Он сказал, не надо, я лучше стихи по-тюркски прочитаю. Вот. Это вот говорит о том, какое отношение было к тюркскому слову, к тюркскому языку у этой образованной публики. К 580-летию со дня рождения поэта было решено составить отдельный том по Казанским собраниям, опираясь на фонд научной библиотеки имени Лобачевского. Проект этот предусматривает описание рукописей Наваи в собраниях Российской Федерации. Мы начали этот проект уже пять лет назад, к юбилею Наваи. Очередному было 575 лет со дня рождения великого поэта. И 5 лет назад мы подготовили каталог, который назывался «Рукописи. Литографированные издания произведения Лешера Наваи» в собраниях города Москвы. Илья Зайцев выразил благодарность за совместную работу заведующей отделом рукописей и редких книг Эльмири Амерхановой. 9 сентября в Московском государственном музее Востока планируется открытие выставки, в число экспонатов которой войдут рукописи из фонда Казанского университета. Ариатна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова